Всем привет, с вами МШ. Я нахожусь в Московской области, недалеко от города Протвино. И сегодня мы с вами посмотрим на один довольно известный баян, но от этого не менее интересный, который называется ускорительно-накопительный комплекс. Наверняка вы слышали про недостроенный советский коллайдер, так это вот он и есть. Огромное подземное сооружение, даже с каким-то оборудованием. Будет интересно, оставайтесь. Хочу поделиться с вами полезным интернет-ресурсом garaga.ru. Это сайт, на котором можно оставить отзыв абсолютно обо всем. Например, вы обратились в какую-нибудь компанию за услугой, а вам нахамили. Или вы купили в магазине товар, а он оказался плохого качества, и вам отказались его менять. Или наоборот, вы хотите похвалить какую-нибудь фирму, компанию, магазинчик, сайт или товар. Тогда вы можете написать об этом на сайте garaga.ru, и о вашем случае узнают все. Также на этом ресурсе можно задать вопрос юристу. garaga.ru. Отзывы абсолютно обо всем, бесплатная юридическая помощь и море полезной информации. Даже я там зарядился. Изучаю. Ссылки в описании к видео. Ээээ, спать. Ну, чтобы не заснуть, я себе налил стаканчик чая. Обычно мои ролики сняты в стандартной манере. Реклама, приветствие, информационная вставка и потом, собственно, сам видеоотчет. В случае с УНК система была сломана. Дело в том, что с первого раза нам туда попасть не удалось. А так как я живу за 700 километров до объекта и не располагая в достатке временем, чтобы, например, вернуться туда на следующий день и снова попытать удачу, покорение этого объекта растянулось аж на полгода. Только в ноябре 2014 года я смог сюда снова приехать. Со второй попытки у нас все удалось, но первый раз был по-своему интересен и эпичен, и поэтому удалять исходники я не стал. Это даст вам понимание, что мое увлечение далеко не такое простое и стопроцентно успешное, как вы думаете. Но о фейле с запалом мы поговорим позже. А сейчас давайте же вам расскажу, что такое УНК, ибо это грандиознейший объект, хоть и летейший баян. Из всего того, что я видел в своей жизни на момент монтажа, по масштабам подземного строительства я могу сравнить УНК только лишь с построенным немцами на территории современной западной Польши лагерем дождевого червя. Сетью ДОТов, соединенных разветвленной системой тоннелей. Кстати, я там тоже побывал, и об этом будет тоже видеоотчет. Чтобы понять, зачем потребовалось строительство 21-го километрового тоннеля, придется окунуться в теорию. Ну, я же ведь пытаюсь еще развивать немного, а не только показывать, как умею работать зубилом. Глоток чая, и понеслась. Итак, мир вокруг нас состоит из атомов, которые в свою очередь состоят из нейтронов, протонов, электронов, а те состоят из других частиц, которых более полусотни, которые между собой так или иначе взаимодействуют. Все это объединяется так называемой стандартной моделью. Грубо говоря, за некоторыми исключениями, но те, кто в курсе и так знают, это описание строения нас с вами, нашей вселенной, нашего мира. Круто, конечно, я загнул от лютейшего баяна до таких философских тематик. Но слушайте дальше. Ученые ищут ответы на различные интересные вопросы о строении материи, и, получая на них ответы, пытаются систематизировать полученные результаты. Часто им не хватает каких-то практических результатов, и тогда они предсказываются математически. А позже, когда развитие техники достигает какого-то уровня, теоретические результаты подтверждаются, а иногда не очень, практикой. Один из практических методов изучения строения материи – это применение ускорителей заряженных частиц. Смысл работы этих ускорителей сводится к тому, чтобы взять частицу, разогнать ее до какой-то скорости и врезать в мишени. При столкновении получается куча осколков, изучая поведение которых и получают представление о нашем микромире. Чем выше энергия частицы, тем сильнее будет ее взаимодействие с мишенью, и тем больше узнают ученые. Но здесь аналогии простые. Если взять камень и просто бросить его в стену, ну расколется он, это будет один результат. А если этим камнем выстрелить в стену из пушки, он рассыпется на мелкие частицы, это будет совершенно другой результат. Естественно, частицы разгоняются не одна, а много, и летят они эдаким пучком. Так вот, если столкнуть пучки друг с другом, эффект будет еще сильнее, ведь их энергии сложатся. И такие ускорители как раз называются коллайдерами. Здесь мне приходит довольно-таки печальная, но очень очевидная аналогия. Одно дело, если машина врезается куда-то в столб, и другое дело, если происходит на шоссе лобовое столкновение. Результаты совершенно разные. Энергия частицы измеряется в электрон-вольтах. То есть частица, помещенная в поле, созданная пальчиковой батарейкой, приобретает энергию в полтора электрон-вольта. Это очень маленькая величина. В физике высоких энергий счет идет на миллиарды и триллионы электрон-вольт. Но в нашей жизни есть места, где меньше хватает. У кого остались старые телевизоры с кинескопом, сейчас удивлю. Там тоже есть маленький ускоритель. 220 вольт из розетки повышаются до 20 тысяч вольт, которые подаются на кинескоп. Электроны, вылетающие из источника, получают энергию в 20 тысяч электрон-вольт и разгоняясь, бьют по люминофору, вызывая его свечение. Направляя поток электронов в нужную точку экрана, получают картинку, которую мы с вами видим. У кого есть подруги, которые смотрят Дом-2, расскажите им, пусть там немножко подзагрузится. Я надеюсь, что вы еще меня понимаете, о чем я говорю. Естественно, для разгона в миллиарды и триллионы электрон-вольт нужны более масштабные ускорители. Это очень дорогое удовольствие, которое зачастую не под силу одному государству. Например, бюджет строительства и отладки наиболее известного всем ускорителя под названием Большой Андронный коллайдер на 2009 год составил более 6 миллиардов долларов. Мощные ускорители в мире построены во многих странах. Помимо Европейского коллайдера, установки есть также в США, Японии, Франции, Германии, Великобритании и других странах. Россия-Блога тоже не исключение, и у нас тоже есть свои ускорители. Наиболее мощные находятся в Объединенном институте ядерных исследований города Дубна, в Институте ядерной физики неподалеку от Новосибирска и ускоритель У-70 в Институте физики высоких энергий, находящемся в городе Протвино. Причем Протвинский был самым мощным в течение 5 лет. Простите, мои юные друзья, кто еще не переключился на Ивангая, я уже скоро закончу. Ускоритель У-70 разгоняет частицы до 70 миллиардов электрон-вольт. И снова небольшое отступление для лучшего понимания того, о чем говорю. Как правило, разгоняют протоны или электроны, так как они имеют заряд. Протоны тяжелее, их разогнать труднее, зато и эффект выше. У-70 как раз разгоняет протоны. Еще такой момент. Ускорители бывают линейные, как в том же телевизоре. Электроны вылетели, разогнались по прямой, врезались. Так и кольцевые. Здесь все просто. Никакой длины линейного ускорителя не хватит для того, чтобы разогнать частицу до высоких энергий. Проще его закольцевать. То есть частицы вылетают из источника, немножко разгоняются по прямой, вводятся в кольцо, там раскочегариваются до полной, и потом выводятся и врезаются в мишень. Кстати, если кто-то подумал, что частицы летают по лабораториям, это не так. Они летят в специальной трубе, из которой откачан воздух, создан вакуум, чтобы ничто не мешало им разгоняться до этих самых световых скоростей. Сами частицы имеют массу. И точно так же, как эти дуралеи, когда их раскручивают, пытаются лететь по прямой. Поэтому их нужно заворачивать. Вопрос решается применением так называемых дипольных магнитов. Есть еще один тип магнитов в ускорителях. А пучок у нас состоит из частиц одноименного заряда, которые, как вы знаете, отталкиваются. Поэтому для того, чтобы пучок не распылился во все стороны, его периодически фокусируют. И делают это так называемые квадрупольные магниты. В итоге мы имеем два основных типа магнитов. Это дипольные, которые занимаются поворотом пучка в нужную сторону, и квадрупольные, которые фокусируют этот самый пучок. То есть в ускорителях электрическое и магнитное поле, каждая занимается своей работой. Электрическое разгоняет частицу до нужной энергии, а магнитное изменяет траекторию движения пучка согласно требуемому заданию. Фух, и теперь мы подошли наконец-то к вопросу, зачем нужен УНК. Так вот, в один прекрасный момент ученые поняли, что возможностей их ускорителя У70 уже не хватает, и нужно что-то более мощное. В 1980 году был разработан проект ускорителя на 3 терраэлектрон-вольт. Триллиона. Предусматривалось три последовательных ввода его в эксплуатацию. Вначале, конечно, была стройка. В 1983 году на границе Московской и Каужской областей развернулся настоящий метрострой. Шахты, копры, тоннели, выработки. Длина кольцевого тоннеля составляет 21 километр, плюс пара километров для соединения строящегося комплекса и действующего ускорителя У70. Первым этапом был запланирован промежуточный разгон частиц до энергии 600 гигаэлектрон-вольт на обычных железных теплых магнитах. Второй этап – это уже разгон на сверхпроводящих магнитах до энергии 3 ТЭФ. И третий этап – это монтаж оборудования для разгона пучка во встречном направлении, то есть превращение установки в коллайдер. Помимо этого, предполагались различные эксперименты. Один из них меня поразил своим масштабом. Для понимания его мы с вами перенесемся за 4300 километров к озеру Байкал. В его южной части находится занятная установка под названием нейтринный телескоп. Нейтрино – это такие частицы, которые очень маленькие, не имеют заряда и нагло этим пользуясь, прошивают нашу планету насквозь, и их практически ничто не задерживает. Нейтрино – частица-призрак. У нее нет заряда и ничтожно малая масса. Скорость, близкая к скорости света. И очень слабое взаимодействие с окружающим веществом. За секунду через каждого из нас проходит до триллиона этих частиц. Из-за того, что их очень сложно зафиксировать, вначале как раз-таки они были предсказаны, а потом уже доказано было практически, что они действительно существуют. Изучение этих нейтрино позволяет понять многие процессы, происходящие как у нас на Земле, так и на Солнце, так и даже в далеких Вселенных. Нейтринные детекторы этого телескопа находятся прямо в озере Байкал, на большой глубине порядка 1100 метров, для того, чтобы отсечь все космическое излучение, ну и различные частицы, летающие в атмосфере. Так до чего ж додумались? Предусматривался вывод ускоренного пучка из УНК в сторону тех детекторов. То есть пучок врезали в мишень, и получившиеся нейтрино летели в сторону Байкала. Естественно, никто не собирался рыть тоннель такой длины, пучок просто направляли в толщу земли. Но для этого его вначале нужно точно направить в сторону Байкальской лаборатории. Для этого должен был быть построен отрезок тоннеля, в котором с помощью все тех же типольных магнитов пучок поворачивался в сторону нейтринного детектора и, что самое интересное, заглублялся. Не забывайте, земля круглая. И вначале пучок уходил на довольно-таки приличную глубину. На отрезке тоннеля предполагалось строительство двух шахт для спуска оборудования. А чуть полуды, уже за точкой окончания тоннеля, на трассе движения пучка, должен был быть построен ствол глубиной аж в 600 метров. Что для московской области нонсенс. В этом стволе предполагалась установка первичного детектора нейтрино. То есть собирались банально сравнить, сколько их улетает из УНК и сколько прилетает к Байкалу. Аналогичные эксперименты собирались провести с детектором нейтрино Гранд Сасса в Италии и с детектором высокоэнергетических нейтрино Нестор неподалеку от Греции. Как видите, задумка была просто оделознейшая. Но что же вышло по факту? Строительство тоннелей шло 11 лет, до 1994 года. К тому моменту стало понятно, что экономическая ситуация в стране не позволит полностью реализовать задуманное. Проект был урезан и получил название УНК-600. По сути, это тот же УНК-1. То есть хотели провести разгон частиц хотя бы на теплых магнитах. И провести совместный российско-американский эксперимент Нептун. О нем я расскажу через ролик. Но по факту был сделан только так называемый канал инжекции, по которому протоны от У-70 прилетели к строящемуся УНК. Канал инжекции испытали также в 1994 году, и это было последнее серьезное достижение в строительстве этого комплекса. На данный момент УНК это огромный недострой. На отдельных участках ведутся слабые работы по достройке тоннелей, но это капля в море. К сожалению, этот объект больше интересен сейчас диггерам, нежели государству. Про этот объект, конечно, можно рассказывать еще много. Например, меня впечатляет тот факт, что советских мощностей и технологической оснащенности не хватало для постройки сверхпроводящих магнитов. И тогда силами работников Института физики высоких энергий были разработаны свои технологии, и своими мощностями они смогли построить действующие образцы этих сверхпроводящих магнитов, уже говорит о многом. Была обладенная задумка, были возможности ее реализации. Это бы позволило нам качественно скопнуть в изучение и микромира, а это все дело потихоньку тащит за собой и остальные науки, прилегающие к ядерной физике. Но, к сожалению, увы, не сослось. Такая вот грусть. А теперь давайте посмотрим, что же в итоге я наснимал в своем первом неудачном походе. Я не один, а с некоторым количеством ахламонов. И все вместе мы усиленно долгим за вас. Вот это вот самое слабенькое место, смотри, как вот прям все вставляется, вообще классно, смотри. Сейчас вообще придется туда. Прямо мужчина чувствует, когда он вставляет в таких ситуациях. Трудовые будни. К сожалению, чтобы попасть внутрь этого объекта, приходится немножко постараться, иногда и очень сильно. Я прокачиваю пицуху, работая топором и зубьем. И делаю маленькую дырочку семерых человек. А ребята мне шифруют. Итог полуторачасовой работы. В общем, если вы думаете, что это все так легко, то на самом деле это не очень все легко. Приходится мучиться. Игорь запряг свою женщину, чтобы она пахала. И вы ничего. Сейчас финистки всего Ютуба тебя покарают. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас попадаем внутрь. Тоннельный отряд все это дело строит. Существует некоторое количество стволов. Они сейчас все закрыты. Представляет из себя вот такие вот бетонные блоки, закрытые бетонными плитами. То есть подо мной вот там вот вниз уходит короствол. Мы сейчас долбаем дырку внутрь. То есть мы с вами идем в такую законсервированную часть. Естественно, работяги спускаются через нормальный действующий ствол. Нам, к сожалению, этого не дано. Мы сейчас все это дело долбаем. И главное, паримся, чтобы нас не спалили чопы. Вот такие вот дела. Раздупли меня ДУКО. Игорь работает. Это так приятно смотреть, как человек работает. Говорил, я себе пока смотрю, когда ты работаешь. Там ездят машины. И если раньше мы парились по поводу каждой проезжающей машины, теперь мы не паримся абсолютно. Да. Абсолютно. Вся толпа стоит и смотрит. Ну, к сожалению, у нас инструмента немного, поэтому... Да и места здесь тоже немного, поэтому может работать только один. Остальные, как эффективные менеджеры, стоят и... Советом помогают и так далее. Взгляд любящей женщины, как работает любящий мужчина. Ну, мне кажется, она больше замерзла. Сейчас там блок рамплотает. Рабы на галерах. Солнце заходит. Мы раздупляем дупло. Все дальше, все больше. Ребята тащат лестницу. Там, правда, автобус едет. Но это все фигня. Ребята тащат лестницу. Он пусексый, похоже. Ага. Или нет. Кстати, ребята, по-моему, немножко это котел зашкирились. Ага. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Все это время нас... Это проживая мелодия. Да уж. Драман-бейс. Ну, я тоже, когда сказал, драман-бейс такой. Надо так завивать. О, 70-е снижение. Не, здравствуй. Ой, ржака вообще. Просто реально ржака. Так вот и работаем. Сплоченная команда. Федя, вас не видно. Федь, физическом вас не видно, Федь. Дай, дай, дай. Вот такие вот дела. Мы на самом деле уже успели знатно утомиться. Вот и все. Видишь? Успели знатно утомиться, еще даже не попав в объект. Не проникнув. Да, не проникнув. Но, тем не менее, продолжаем улыбаться, веселиться и шутковать. Главное, чтобы над нами потом так не сделали чопы. Это милая лестница, доставленная такими ребятами до мастера конспирации. Вот двое. Вы классно заваливались. Молодцы. Там находится пожарная часть. Да, от самого начала. Должна была находиться. Короче, мы на некоторой такой измене. Сейчас мимо проехала тачка на небольшой скорости. Как вы поняли, мы на самом деле неплохо заметны с дороги. И это самый главный косяк. Потому что любая машина чопов, которая решит тут проехать и посмотреть на ствол, поймет, что что-то мы нехорошее делаем над ними. Стой, стой, пятерка. Оп, оп, оп. Другая она. Другую цвету. Та самая. Та самая. Да, стой, стой, стой. Следите за ним. Не долби, блядь. Вот идут уже различные прибуды, которые хоть сколько-то спасают от попадающих осколков. На самом деле, да, могли бы взять очки, но мы не взяли. Я делаю конструкцию. Спасибо нашим спонсорам, которые принесали эту ступую булочку. Да, да, да. Вот такие вот дела. Ширится, ширится за вас. Все замечательно. Вставлены новые батарейки в налобный фонарь. Все хорошо. Видно далеко. У нас тоже видно далеко. Она просто даже не шевелится, понимаешь? Я не знаю, что она не идет. А если просто угол сдолбить и все есть, чтобы не все вот это, а хотя бы угол сдолбить. Вот так вот, ребята. А вы думаете, сталки-то круто, легко залез, отснял. Мы уже часа четыре, да? Сколько больше, наверное, даже? Мучаемся. Ну а дальше байки от МШ. Видео, конечно, каких-то подтверждений нету, поэтому хотите верьте, хотите не верьте. Но, как обычно показывает жизнь, чем больше невероятная история, тем больше она правдива. Правдива, потому что в жизни происходит иногда просто удивительное. Итак, стемнело. Мы долгим за вас. В один прекрасный момент залаз расширился до такого момента, что туда смог пролезть самый узкий, самый точный наш участник. Это был Игорь Литвийский, сам намос, который вам знаком по первому походу моему в Припять нелегальному. Он там как раз был фотографом. Он туда пролез. Остальные, я и Артем, остались долбить залаз, а остальные ушли в соседнее двухэтажное здание, разожгли там костер, потому что девчонки начали замерзать. Долбим залаз, темнота. И вдруг я просто смотрю в сторону шоссе и вижу, как луч фонаря высвечивает тропинку, которая ведет к нам. Но там наших нету. Значит, это не наши. И тут просто мы понимаем, что это запал. Потому что у нас там горел фонарик красненький, стуки вот эти все. Мы начинаем сваливать, Артем кричит, запал! Ну, чтобы было просто слышно тем, кто не находится с нами. Мы хватаем вещи, а у меня там вещи тоже, они были так немного разбросаны, там же камера была достана и какие-то инструменты и так далее. В общем, в темноте, в потемках, естественно, не включая фонарей, мы так, пользуясь от светом звезд, что-то там хватаем и сваливаем ближайшие кусты. Самое эпичное было, когда за нами раздался крик. «Стреляй по ним! Стреляй!» Мы такие думаем, да какой, ну, как там, сказать, думаем. Тогда мы особо не думали, действовали на инстинктах. Понятно, что по нам никто стрелять не будет, потому что не тот объект, это там даже не военщина какая-то. Но все равно просто у нас, скажем так, дупло немножечко подвернулись. И мы, роняя кирпичи, сваливаем в какие-то кусты и в какие-то там траншеи заваливаемся. А там еще надо сказать, что все перекопано. Я пока летел там коленом вниз, упал. В общем, я там, ну, в общем, уже ползком кое-как там добираюсь. И мы спрятались в каком-то окопе. Вокруг фонарями все высвечивают. Через полминуты подъезжает машина полиции. Мигалки горят, синие. В общем, идет какая-то движуха, которая заканчивается минут где-то через 5-10. Довольно-таки быстро наступает тишина. Мы с Артемом сидим и думаем, а что делать? Ну, а что делать? Игорь сидит в шахте. Вряд ли они его увидели, потому что там слишком узкое отверстие, чтобы протиснуться головой и осмотреть все как следует. Ну, по крайней мере, мы так надеялись. И ребята, которые сидят в домике. Но сидят ли они еще в этом домике, непонятно, потому что мы там сидели, как бы не особо все видно было из-за кустов. Мы аккуратно приходим обратно к площадке. Идем к стволу. Обходим его, смотрим, что никаких засад нет. Заглядываем в отверстие, точнее, зовем Игоря. Игорь, ты там? Я тут? Он такой сразу, где мои вещи? Мы такие смотрим, мы посмотрели, а вещей-то нету. Это первое палево. Значит, сиди пока там. Мы, Игорь его, мы идем к домику. Я надеюсь, что я более-менее все точно вспоминаю, потому что уже, конечно, прошло полтора года с тех событий. Надо было сразу это все записывать, но да ладно. Мы подходим к домику. Думаем, вдруг там уже никого или нас поджидают. Нет, ребята, рассовавшись по углам, догорают костер. Ребята сидят там. То есть, те приехавшие полиция, охранники, они за каким-то чудом не увидели, дыма не почувствовали. И не засекли тех ребят, которые сидели там. Для тех, кого покажется это странным, я скажу только одно, что домик окнами, через который мы залезали, находился по обратную сторону от ствола. Поэтому их как бы так, ну, надо было еще постараться. Это нужно домик было обойти, чтобы увидеть. А так как мы конкретно двое, кого они видели, кто сваливал, то, соответственно, они, может быть, на остальных не обратили внимания. Не подумали, что может быть кто-то еще. Они увидели только рюкзаки, а рюкзаков как раз двое оставалось около ствола. И поэтому, посчитав, что мы убежали, оставив рюкзаки, благополучно их взяли и уехали. Но получается, что рюкзаков нету, ребята все на месте, то есть никто не спалился, но, тем не менее, вещи-то ушли. А в рюкзаках были фотоаппараты, паспорта, деньги и все такое. То есть, ну, не те вещи, с которыми так легко расстаться. Мы, ребята, вылазят, мы вытаскиваем мигеры из шахты, начинаем думать, что делать. Ну, понимаем, что, в принципе, вариантов два. Рюкзаки могут быть либо у Чопов, которые охраняют этот коллайдер, либо у милиции и полиции. Ну, делать нечего, надо идти в город Протвино, сдаваться и там уже разбираться, что к чему, потому что, ну, иначе это потеря и потеря будет. Просто так не уедешь оттуда. И вот мы идем. К слову сказать, перед тем, как идти долбить этот тоннель, часть вещей чистых, в которых мы приехали, мы оставили, ну, сделали небольшой схрон, чтобы не таскаться с ними по коллайдеру, так как там ходить очень много, и поэтому у нас где-то на расстоянии, там, ну, метров, там, 500, грубо говоря, в какой-то канаве, в трубе были оставлены в пакетах наши вещи чистые. Мы пошли к ним. Идем мы к дороге, и вдруг видим, как медленно едет тачка. И мы понимаем, что эта тачка едет, осматривает на дорогу, на предмет нахождения тех ребят, которых они увидели. То есть это, скорее всего, охрана едет. Ну, почему-то нам так показалось, и так оно впоследствии и оказалось. И мы смотрим на Игоря с Кристиной, то есть это их рюкзаки вышли, и говорим, ребята, надо вам идти сдаваться, а нас не заметили, мы как бы остаемся здесь. Если что, мы пойдем в противину, как бы, ну, держим связь, потому что, ну, понятно, что там, ну, не будут бить, там не будут ничего отбирать, но как бы вещи надо вернуть. В общем, мы ныкаемся, ну, как, просто ложимся, садимся на землю, а Игорь с Кристиной выходят на дорогу. Ну, и видно, что останавливается машина, действительно, это оказались чопы. И то, что происходит с ними, на тот момент для нас остается уже неизвестным. То есть они уезжают, мы выходим на дорогу, идем к нашему схрону, и тут начинаем получать странные смс-ки, типа, куда вы идете, идите назад, типа, там, спрячьтесь, а потом идите. То есть от Игоря начинают приходить странные смс-ки. И мы не можем понять, с чем это связано. Да, потом тоже это стало все понятно. Мы все-таки доходим до схрона, забираем вещи и идем в сторону Протвино. Идти, там, километров, там, на самом деле, 10 где-то, то есть там порядком идти. Мы начинаем идти. Идем, 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 приходим в Протвино. Это уже такой глубокой-глубокой ночью. С Игорем связь есть, он говорит, что мы сейчас в милиции, нас там покормили. И, ну, там, точнее, они до Шираров поели, короче, уже скоро выйдем. Где-то мы доходим до какого-то подъезда, заваливаемся на ступеньках прямо там спать. Потом в 5 утра выходим, забираем Игоря с Кристиной и садимся на автобус и уезжаем в сторону Москвы. Что же рассказывает нам Игорь? И это было, наверное, самое эпичное... Ну, не самое эпичное, но это был очень забавный, на самом деле, момент. Ну, и для того, чтобы мой рассказ не был таким однобоким, давайте предоставим слово Игорь. И он расскажет о том, что же произошло с ним и с Кристиной после того, как мы с ними попрощались, и они ушли в сторону Газели. Но для этого нам нужно вначале переместиться в Москву. И вот мы уже в Москве! Йоу! Здорово, Андрюха! Здорово, чувак! Рассказывай, что там случилось, когда вы в микроавтобус-то этот засели Газель? Там что там было-то? Поведай, байку! Пошли мы сдаваться! Вот Андрюха уже рассказал вам, наверное, как это все было. Вообще полностью рассказал. Пошли мы сдаваться в этот микроавтобус. Нас ждут охранник такой, дедушка старенький, тетка такая советская, с пузиком полненькая. Вот, и дедушка еще один за рулем синего микроавтобуса. В общем, встречают они нас. Опять диггеры залезли, да. Чего вы там типа делаете? Ну, типичные вопросы призапали. В общем, садят нас в фургон. Там все наши вещи лежат, раскиданы наши бахилы от АЗК, инструменты. Видно, что все перерыли, но при этом ничего не забрали. То есть все как есть, они обратно запаковали в пакеты, в рюкзаки. Там даже видно, что фодик доставали. Вот, ну, в общем, сели мы и поехали, как понятно, в отдел. Да. Вот, ну, по дороге мы начали думать, блин, не хочется все-таки в отдел. И все-таки ехали мы столько времени, притвинуло, может, что-то еще попробовать, какую-нибудь там версию там придумать. Вот, и мы придумали с Кристиной. Мы придумали сказать, что мы забыли пальто в кустах. А что пальто в кустах делали, это уже не важно. Ну, типа перед залазом мы скинули вещи чистые, и нам нужно было их забрать. Короче, вы хотели время потянуть и... Время потянуть. Да. Поехали мы за этим пальтом. Охранники, благо, оказались очень добрые, очень такие отзывчивые. Да, вот, они нисколько не стали сопротивляться, наоборот, всячески шли к нам на уступки. Поехали мы в этот лесок предполагаемый, где пальто лежало, искать это пальто. Естественно, мы его не нашли, но убили какое-то время. Вот, и в общем, в итоге потом мы снова возвращаемся. Через это место, где нас приняли, едем в отделение. И по дороге меня спрашивают, типа, вы там одни были, там точно с вами никто не был? Ну, я, естественно, говорю, что нет, нет, не был. Вот, и тут я вижу, что водитель что-то кого-то увидел сбоку от себя, такой направо смотрит и резко по тормозам. Вот, я смотрю, ничего не вижу, как национированную в этой газельке. Вот, и тут дедушка-охранник говорит, ну, чё, что нам набрал? Вон твои эти сообщенькие, ребята-охламоны. А там чувак в камуфляже, да? Да, а там группа ребят, в общем, чуваки какие-то в камуфляже, там девочки. Вот, ну, в общем, резко настаивается газелька, выходит оттуда этот дедок-охранник. Ты пишешь смс-ку, уходите, там помнишь? Да, я пишу Андрюхе смс-ку, думаю, блин, ну как же так? Я же сказал, типа, не надо идти на охранников, приниматься, что такое. Вот, а там по внешнему виду вообще, вот, как ребята, вот, вот, типа тоже Андрюха в камуфляже. Вот, а оказалось, оказалось, и в этот момент, в этот день по этому месту, по этому району играли дозорники. Ну, а играли они не в коллайзере, а по заброшенным домам, сараям, в общем, не знаю где. Ну, в общем, так получилось, что именно в этом месте, в это время они оказались недалеко от дороги. И их заметил водитель. В итоге они подошли к фургону, потому что их мужик звал. Я думаю, ну, блин, ну ладно, ну все, примемся все вместе, будем вместе сидеть в отделении. Вот, и смотрю уже, когда они близко подходят, что что-то ребята, не те, не знакомые мне какие-то. Думаю, может, тоже какие-то диггеры, типа, решили, может, залезть в наше время. Вот, ну, жду развития событий. Сижу в газельке, там, еле слышу что-то такое из обрывков разговоров. Вот, смотрю, короче, подъезжают менты. Опа, вот это уже интересно. Вот, ну, в общем, оказалось, вот, что это были дозорники, которые играли и попали просто под раздачу. И, короче, всей толпой? Всей толпой, всей толпой нас начали принимать. Ну, вернее, нас уже приняли, а вот менты, короче, которые приехали, они уже начали этих дозорников принимать. Вот, причем приняли они буквально несколько человек, потому что не могло много влезть в милицейскую машину. Вот, ну, они же брат за братом, друг за друга. В общем, перезвонили всех своих знакомых, всех своих друзей, приехали экипажи дозорные на машинах. Вот, приехали патрули дополнительные, милиции, их тоже начали принимать. В общем, и всей этой гудьбой мы поехали в милицию. Вот, милиции сначала опрашивали дозорников. Вот, они писали объяснительные, что, как они там оказались, что они там делали, что у них там игра. Причем вообще со всей честностью, походу, там, вот, без каких-то там преувеличений, преувеличений. Стала очередь нас с Кристиной. Вот, ну, я такой уж думаю, блин, ну, что сейчас писать будем, что, типа, вот, пытались залезть там, или там им проходили. Вот, ну, правда-неправду. Тут мент такой говорит, пиши по диктовку. Мы приехали с компанией ребят играть в ночную игру. Вот, ну, я пишу по диктовку, думаю, ну, раз так надо, так надо. Вот, и переспрашиваю у него, какую игру? Он говорит, сейчас, сейчас скажу, узнаю. Идет к дежурному, знает название игры. Пиши, дозор. Я пишу дозор. Вот, дальше пиши, в чем заключается вот эта игра? Меня, типа, спрашивает. Я говорю, а о чем тут заключается? Не знаю. Вот, стоп, идет к дежурному, снова спрашиваю, типа, что нужно искать какие-то метки в заброшенных зданиях. Ну, я такой подрачка кашу, пишу вот это по диктовку. В итоге все, вот, мы заполняем протокол. Я говорю, что приехал с ребятами, которые были на экипаже, там, с дозорами. Вот, и он уходит. Ну, и потом возвращается уже без протокола, спрашивает. Ребят, ну, смотрите, на улице ночь, холодно, типа, там, уже где-то час ночи был. Транспорта никакого нету, там, электрички тоже шагают, там, очень долго до вокзала. Ну, вот, вы уже оставайтесь там, переночуйте у нас, там, в комнатке, мы вас посадим чистенькое место, там, рядом со служебным туалетом. Вот, ну, мы не стали уже спорить, типа, думаем. Ну, ладно, в теплеток переночуем. Вот за ребят было очень так страшно, что они там на холоде, да. А мы пешком в этот момент там чесали, блин. А потом в подъезде вписывались, я вот так вот на ступеньках просто. Вот, заснул там, пока Равиль. Забичевал. Забичевал вообще нормально. Равиль там с Федей эти, бичи на горелке, да, там, варили. Я там бичевал, Сашка там и остальные тоже там что-то болтали, в общем, нормально. Падик, кстати, клевый был с книгами, там, на каждом этаже мы стояли книжные полки, можно было каких-нибудь книжек взять, почитать. Ну, там, не до этого было абсолютно, вообще, по полной не до этого было. Ну, и потом, в итоге, что, мы с утра вышли и пошли вас забрали. Да, я расскажу, что было дальше в отделении. Вот, мы сидим такие, ну, подремываем немножко. У Кристины болит горло, вот. У нас внезапно оказалось средство от горла. Вот, мы такие, это, подходим к полицейскому, такие говорим. У вас не будет кипяточку, там, это, мекстуры сделать, потому что, вот, у девушки горло болит. Ну, они не стали там, это, что-то, говорить такому, сказали, вот вам чайник, вот кипяток, вот, налили нам. Ну, мы так подумали-подумали, ну, лечение, конечно, хорошо, но голод утолить это еще будет лучше. И у нас, как не кстати, оказались с собой дошираки. Почему мы такой степенью договорились, что говорим, а можно туда покушать, можно кипяточку для дошираков. Менты в этот раз пошли на встречу. Видите, какая у нас добрая милиция в России. Ну, в общем, вот так мы сидели до утра. Примерно раз в час мимо проходил какой-то сотрудник полиции, там, или дежурный, или еще кто-то. И он просто считал своим долгом расспросить у нас всю историю, как мы залезли в коллайдер, начало до конца. Вот, о чем мы с неохотно приходилось там рассказывать. И каждый нам давал какое-то наставление, или порицание, или угрозу, что там, типа, ваш институт направит, там, какие-то вот жалобы, там, с работы уволят. Ну, кто во что гораст. В итоге утром нас отпустили, переписали наши данные и отпустили. Мы с ребятами встретились и поехали вместе уже домой. Да, и у вас и штрафа не взяли ничего. Да. Вот, и главное, что вещи целые, и штрафа не взяли, и вообще вся фигня. А, еще хочу добавить, главный сотрудник полиции, который нас принимал, он такой говорит, блин, ребят, я вам так забидую. Я хотел бы так попасть в коллайдер, но, блин, служба не позволяет. Меня будет сразу, меня сразу уволят, если я туда полезу. Вот так. Вот такие вот дела. Через полгода мы его все равно покорили. А, Игорь, сколько там, там, раз за три было вообще до этого-то? Раз за три, наверное. Ну, раз за три было. Так что, как я говорил, объект Баян. Ладненько, возвращаемся в наш замечательный сакусябут. Давай, Андрю, надо будет тебя увидеть. Да, выезжай еще. Взаимно, чувак. Питер, привет. Йоу. Вот так, в принципе, безболезненно закончилась история. Но, естественно, конечно, было очень обидно уезжать, так как, ну, проехал столько. Все-таки с Питера до Москвы, с Москвы до Протвино как-то ничего не получить. Но, увы, такая жизнь. Потом мне это все удалось. Вот такие вот дела. В следующий раз полезем внутрь. Ну, сами знаете, что делать. Там, палец вверх, палец вниз. Подписаться, отписаться, комментарии. Это, естественно, все интересно, важно для продвижения всех роликов на Ютубе, там, топы и так далее. Хотя я в пиаре вообще не шагал. Ладно, все, всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.